я сейчас в примерочной нахожусь взяла себе три куртки зимних проверю размеры свои обязательно вам подпишу на экране в общем я 52 уже 54 скорее всего я поправилась поэтому мы посмотрим куртки на 54 размер зимний пуховики вроде бы как вот ну и один какой-то из них надеюсь куплю на данный момент меряю такую рубашку дома покажу вам если она если я заберу себя показывать не буду я должна идти не накрашена бегом заехали мимо забрать вещи рубашку забираю домой дома покажу следующие идут куртки на данный момент эта курка дороже двух остальных попалась мне цена вам ставлю покажу с картинками сейчас померю удивительно это подошло по размеру вот выглядит вот так теплая прям зимняя хотя писали что осенняя ну нет они уже прям жарко мне стоять по размеру подошла напишу размерные экране картинки вставляю если вам интересен такой размер и такая лично выйти пофигу сидит хорошо комфортно длина капюшоном комфортно теплая плану хорошая не понравилось качество хорошая прошита хорошо все куртки черные так и пишем так и пишем в ритмах размер обманки спина Резинки присутствуют, там резиночки на рукаве есть. Понравилась, куртка хорошая, такая практичная. Все куртки черные. Так, следующее. Так, номер 2. Капюшон. Размер подошел мой, 52-54. Неплотно обрегать, фитер можно надеть так, как и подпишись. Предыдущую. Также есть резинка. Такая же. Теплая, уже жарко. Теплая, уже жарко. Так, это куртка темно-синяя, в форме родится. Так, выпишем. Теплая, уже жарко. Утяжка на капюшоне. Так, джинсы бананы и размер синий, питай 36-й. Прошито нормально, так штамены, так и заходим. Так, ну поехали. Большой привет! Меня зовут Марина и сегодня обзор заказа Swaldberries покупок. Поэтому, кому интересно, проходите, смотрите. Сегодня будут примерки и одежда. Зимняя одежда на осень и вот даже сейчас налито эта блузочка. Что-то я сдала обратно, что-то я забрала, поэтому размеры, цены, все в видео вы увидите. Эта блузочка в данный момент до стирки лежит. Далее вам уже, наверное, скорее всего покажу уже после стирки, села или не села. Для меня это было очень важно, полиняет или нет. И сразу хочу спросить вас, как лучше мне оставлять под видео в покупках именно Wallberries под видео, посвященный Wallberries приобретениям, заказам. Как лучше ссылки оставлять напрямую, товаров, которые я приобрела, либо которые я сдала обратно, мало ли вдруг вам эта вещь понравится. Либо писать просто коды этих товаров и все. Как вам легче вбивать их? Я так понимаю, что кому-то удобно так, кому-то так. Поэтому напишите мне в комментариях, чтобы я знала, как мне это лучше сделать. Под этим видео оставлю, как обычно, ссылки на те товары прямые, которые я приобрела и которые сегодня примеряла в пункте выдачи Wallberries. Ну и наконец-таки поехали. Обравились мне вот такие блузки. Разные расцветки. И для любого возраста, и для молодежи, и для пенсионного возраста, и разные большие размеры, и маленькие. Поэтому обратите внимание, перейдите по ссылке, все увидите, цена разная. Я успела купить за 440 рублей. На сущении цена как бы поднялась до 500, по-моему, 60. Обращайте внимание на цены, как обычно. Цены там меняются. Выбрала вот такую расцветочку, клеточку. Клетка там, кстати, разная. Крупная, мелкая и разных цветов. Я взяла такую посветлее, посвежее. Ткань, кстати, очень приятная, мягкая. Это ХБ. Поэтому боюсь, чтобы она не села после стирки. И удивительно, 58 размер я себе заказала, как вы видите. У меня 54. Я поправилась. У меня было 52-54 с кака. В итоге, теперь уже точно 54. Я уже теперь достоверилась. А параметры оставлю, скорее всего, под видео. Возможно, видео пропишу свои, чтобы ориентировались на мои объемы. Сравнивали со своими. Кого интересует такой размер? Ну, не маленький, если так скажу. По отзывам, многие пишут, что размер-размер. У кого-то больше мерят. Но у меня оказалось, как будто бы маломерка. 58 размер я взяла на 54. И у меня вышло все точно так же. По время примерки сошлось с фотографией модели. То есть то, что я хотела, то я и получила. Меньший размер меня бы просто не устроил. На эту вещь говорят, что разное качество. Ну, не знаю, кому как попадается, поэтому читайте обязательно отзывы. Рукавчик выглядит вот так. Пуговички. Ткани, еще раз говорю, мягкое, приятное к телу. На лето отлично. На теплую весну. Трикотажик такой. И боковинка. То есть по бокам тоже пуговички и как бы у нас есть такой подворот. И достаточно приятный, не ядовитый цвет. По джинсу просто замечательно подойдет эта ткань. Расцветочка. Мне лично все понравилось. После стирки, посмотрим, покажу на себе уже после стирки эту вещь. Урточка, которую я оставила себе. Еще раз покажу вблизи. То есть капюшон вот так вот, посмотрите, он затягивается. Все отлично. Внутри тоже такая слегка блестящая черная ткань. Чистый черный цвет. Смотрится нарядно. Металлический замок. Шушит, естественно. Карманы здесь. И вот тут. И обманочка. Металлическая умолния. Внизу идет вот такая вставка с обычной тканью. Ткань достаточно плотная. Мне кажется, промокать не будет. Не тонкая. Поэтому мне тоже все устроило. Пышненький и тепленький. Рукава для меня оказались длинноваты. Поэтому придется что-то думать. Кстати, мне не очень понравились по крою. Потому что резинка где-то там вся внутри. В принципе, все хорошо держит. Единственное, что я люблю, когда резиночку все-таки видно. А здесь, видите, как будто бы рукав отрезан. Ну, ровно идет. Ну, ладно, это мелочи. Но он мне длинноват. Я ориентировалась по объему груди. По объему груди куртка мне была бы маленькая, если бы я взяла. Тесная была бы. Просто тесная, если бы я взяла на размер меньше. А вообще, на размер меньше мне было бы лучше, будь у меня грудь поменьше. В общем, я думаю, вы меня поняли. Придется мне рукав немножечко, наверное, что-то его как-то уменьшить. Подшить, видимо. Размер 56-58. В идеале бы мне подошел, конечно, 54-56. Но, опять же, все зависит от объема вашей груди. Я как бы постоянно, знаете, мне главный ориентир, это вот именно эта часть тела. В принципе, все куртки, которые я мерила сегодня, идут в большей части размер в размер. Но, на всякий случай, берите максимум на один размер больше, не более того. Можете всегда взять два размера на выбор свой собственный и на размер больше. А там же выберите, кому что удобно. Так, джинсы я все же забрала. Понравились. Очень приятная хэбэ ткань. Плотненькая, не на лето. Может быть, на холодное лето. Но для нашей Кубани это только весна-осень. Зима даже. Замечательно подойдет. Все отлично, хорошо. Мне больше нравится с подворотами, нежели без. Размер сделала 36-й. Хотя, я так поняла, что в идеале, наверное, меня бы сели 34-й. Но, к сожалению, 34-го размера просто у этого продавца нет. До сих пор, по-моему. Хотя надо заглядывать по ссылке и, возможно, подвозят. Потому что я не отслеживала. Цвет синий, классический. 98% хлопок и 2% эластан. То есть, они даже немножко стричь и тянутся. Это тоже мне, допустим, очень нравится. Как ткань немножко тянущаяся. Мне они лучше всего подходят, конечно, с ремнем. Без ремня они на мне не очень держатся хорошо. Но зато они пышные, как и должны быть. Эти вот самые мальвины или бананы, которые мы носили в 90-е. В начале 90-х, конец 80-х. Я помню, мы с мужем одни брюки на двоих носили. И мы были как раз идеально сидели. И мне были как раз в то время. И их можно было носить. Они были как у них сексбрюки такие. Так что, не знаю, как сейчас, но тогда это было вполне нормально. У продавца разные цвета. Голубой, по-моему, черный, серый. Так что, обратите внимание. Я их постираю и уже по мере вам покажу после стирки. Сели, не сели, полиняли, не полиняли. Вот эта кофточка, блузка или как она называется. Я ее постирала. Она не полиняла. Но капельку на пол размера где-то точно подсела. Вот так она выглядит. Это 58 размер. И она мне прямо, вот видите, прямо хорошо сидит на мои размеры. Хотя у меня 54. Ну, два данных свои, естественно, вам оставлю. А так классная, приятная. И хоть дома ходить, хоть куда-то поехать, поездку не маркая. И вот такая ширина. Подсела капельку чуть-чуть. Потому что все-таки хлопок. Мне нравится. Рассветки разные. Смотрите, листайте. Парточку товара у продавца. Ссылки оставляю. Ну и сразу о брюках. Брюки, которые я заказала. Не было варианта заказать еще на размер меньше. Потому что был только такой размер 56. 54 не было уже в наличии. Вот. А так, я думаю, 54 был бы мне получше. Но я их все равно забрала. Они же должны быть пышные. Ну, по крайней мере, не сползают без ремня. Ну, как бы, может быть, нормально. Непривычно пышные брюки. Только решила их купить. Давно смотрела, но что-то все не покупала. Вот такие широкие и даже не длинные. На метр 64. Ну, в другой футболке. Конечно, я их совмещать не буду. Эту кофту с этими штанами, естественно. Считаю их длинноватыми. Буду наносить подвернутыми. Естественно, с кроссовками. Кроссовки у меня есть под эти брюки. Вот. Говорит вот так. Вообще, мне нравятся. Брюки классные. Но на размер бы меня поменьше. Но если что, где-нибудь ушлю. Чтобы были поуже. Подумаю. Флотная джинса. Примерочные я надеялась, что все-таки они чуть-чуть подсядут после стирки. Но нет же. Брюки совсем после стирки не подсели. Остались такого же размера, какого и были. И не полиняли. Все отлично. Цвет на месте. Так, а вот курточка. С таким симпатичным. Замочком, украшением. Вот так, металлическим. Мне нравится. Сразу говорю, мне бы идеально на размер меньше. Но из-за размера груди мне приходится подбирать вещи все под размер объема грудной клетки. Вот. Длина отличная. То есть, выше колена. Куртки. Зимой она не будет так широко смотреться. Будет вполне естественно. Единственное, что еще выдает великоватый размер в моем примерке, в моей покупке. Это то, что длинноватые рукава. Но я их подошью и сделаю под размер своих рук. И будет мне нормально. Рост у меня метр все четыре. Есть отличные карманы. Раз. Два. И обманочки. Куртка, смотрите, достаточно нормально. Нарядно. Мне нравится. Капюшон теплый классный. Все отлично. Красота. Естественно, с другими брюками, штанцами не с этими. Просто я не переодеваюсь. Жара на улице лето. Знаете, наглаживает. Мне просто сил нет. Дополнительные вещи до этой примерки. Вот. Поэтому, в свою мере, сразу показываю все как есть. Уж не... Пожалуйста, не судите строго. С другими штанишками, с хорошей обувью все будет замечательно. Рекомендую куртку. Она классная. А я вся красная, уже от жары запыханная. Поэтому, в общем, вот так. Оставляю ссылки, пишите комментарии, как вам. Мне действительно очень жарко. Очень.